День с толком Не пожалуешься, не уберут Как в налобихе заставляют рекоператора работать Самые быстрые и расчетливые на Кубок России приехали со всей Сибири Розы и тюльпаны банально в оранжереях находят оригинальные подарки Жители села Налобиха пожаловались в соцсетях на работу регионального оператора по вывозу ТКО «Экокомплекс» Люди утверждают, мусор с улиц вывозят редко, особенно в непогоду После поста мусор у домов все-таки убрали, но не везде Недалеко от поликлиники нашей Просто люди на землю ложат этот мусор Потому что некуда, не в чем Естественно, этот мусор собаки растаскивают И разносят И что попало Это сейчас зима А сейчас начнется лето И все полезет, всякая гадость Собаки там ежедневно Допустим, у меня вот ребенок Ну как, не сказать, что маленький Ну 5 лет ребенка Я иду в садик с утра, и мы проходим мимо этой мусорки Там собаки огромные иногда лазают Я не знаю, то ли покусают нас Девушка утверждает, счета оплачивает Но мусор в селе вывозят плохо Когда уберут свалку, которая с приходом весны начнет свисти и пахнуть, люди не знают Рассуждают, что, возможно, бороться с мусором опять придется через соцсети Оперативный комментарий рекоператора пока получить не удалось К теме спорта В правительстве региона наградили выдающихся спортсменов и тренеров края Им вручили дипломы и денежные премии Среди награжденных мужская команда наших стрелков Уже в этом году на чемпионате Европы они успели завоевать золото в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки Стреляют хорошо Это плод очень большой, долгой, кропотливой работы Конечно, словами это не передать Но любой спортсмен знает, насколько это тяжело Насколько каждый день дается тяжелее предыдущего Как тяжело взбираться на вершину Это действительно колоссальный труд Я не могу передать это словами Но, поверьте, это нелегко А вот главный приз награду Олимпийская доблесть Алтайского края В очередной раз взял легкоатлет Сергей Шубенков По итогам 2019 года он признан лучшим спортсменом региона К сожалению, барьерист не смог присутствовать на награждении Сейчас он находится в Монако, где должна решаться дальнейшая судьба всей легкой атлетики Виктор Томенко вручил почетную статуэтку маме Спортсмена Наталье Шубенковой Всего же наградили около 100 человек Первый в рамках этапа Кубка России по быстрым шахматам в Барнауле Прошел турнир памяти Руима Кура Человека, который долгие годы был одним из сильнейших игроков на Алтае Какие призы ждали победителей и много ли зарабатывают российские шахматы и профессионалы Расскажем далее На первый взгляд тишина и спокойствие Но шахматы ведь спорты не менее азартные, чем другие Говорят участники, а их на турнире 120 Задействованы и руки, и ноги, главное, конечно, к головам Роман, выбирая о шахматы 8 лет, долго и не думал Принт баскетбола на Толстовке уверяет случайность Сложно найти в магазине какую-то специально принтованную кофту под шахматы Нету таких, очень мало в нашем городе таких кофт или футболок даже А ты бы надел? Я бы, конечно, что Для 13-летнего Ромы главная задача на этапе Кубка России получить третий взрослый разряд А вот Евгений Алексеев здесь один из гроссмейстеров, в прошлом чемпион России Сейчас молодежь буквально наступает на пятки Со временем тяжелее выдерживают, наверное, борьбу долгую То есть, если брать этот турнир быстрые шахматы То по 4-5 партий в день, не успеваешь посчитать варианты И это может решающее значение оказать И все-таки Евгений один из фаворитов Претендент не только на очки, но и на призовой фон Здесь он полмиллиона рублей на всех Ведь гонорары даже шахматной верхушки Несравнимы с зарплатами тех же хоккеистов или футболистов Если россияне, то, ну, гроссмейстер, обычный гроссмейстер Ну, порядка, там, 50-100 тысяч в месяц рублей зарабатывает Если говорить гроссмейстер повыше уровнем Ну, наверное, 1300 в месяц Основная масса спортсменов, все-таки любители, чтобы участвовать в соревнованиях Берут на работе отпуск и едут получить удовольствие От общения, от атмосферы, от победы даже в одной партии Татьяна Голубева, Николай Шелко, день с толком Спектакль о первой любви по рассказу Тургенева Ася Поставит самый необычный Барнаульский театр Все актеры в нем дети с ограниченными возможностями здоровья Но не ограниченными творческими возможностями А вот как их раскрывают, расскажет моя коллега Тургеневская Ася похожа на грусть А еще на лето и мороженое Не все ассоциации привычны, но кто может ограничить творческие порывы В открытом театре для особенных детей кипит работа над новой постановкой А параллельно идет терапия Например, Алина Изосимова с синдромом Дауна Благодаря занятиям в театре стало лучше говорить, общаться и двигаться Она вживается в роль моментально То есть это ее стезя, это ей нравится Несмотря на то, что она в школе слабенько училась Речевые нарушения Ну здесь это ей помогает как-то стрёмно Больше 20 особенных детей участвуют в театральных постановках У каждого есть своя уникальная роль Спектакли, конечно, выглядят нестандартно С использованием видео и звуковых эффектов Но так даже интереснее Театр уже выпустил три постановки Корейскую и русскую народную сказку и дюймовочку А теперь дети подросли и созрели до классической Аси Мы все так давайте поиграем в сказки, в сказки, в сказки Мы понимаем, что вдруг осознаем, что следующий материал, который у нас будет Он должен быть связан с первой любовью обязательно Должен быть связан с каким-то... Какой-то должен быть очень чувственный материал Открытый театр от фонда «Крылья Ангела» существует уже четвертый год Для многих особенных детей он стал глотком свежего воздуха Через творчество происходит особенно сильная терапия раскрепощения социальной адаптации Четвертая премьера открытого театра состоится уже в конце апреля На главной сцене Краевого дворца молодежи Посмотреть на необычное искусство могут все Полина Жданова, Илья Халяпин, День с толком В преддверии главного женского дня мужчины Уже ломают голову, выбирая цветы весны Розы покупают только консерваторы, тюльпаны уже вошли в привычку Хочется экзотики Просветить в этом вопросе могут в оранжерее Например, Валентина Аскерова уже выбрала цветок Который хотела бы получить в подарок Тюльпаны – традиционный подарок на 8 марта Настолько традиционный, что уже немного приелся Как та же самая пена для бритья на 23 февраля Любой женщине хочется все-таки чего-то особенного Пусть даже те же самые цветы Мы сейчас находимся в детском экологическом центре Где выращивают огромное количество растений, цветов Которые восхитят любую женщину Елена Анатольевна, расскажите, пожалуйста Какие цветы у вас здесь представлены? Какие пользуются больше всего популярностью? И, наверное, как их можно приобрести? Ну, конечно же, большей популярностью у нас пользуется гипиаз Вот в том году они у нас расцвели к 23 февраля Поэтому у нас закупали тут прям большим количеством И делали из них композиции в цветочных магазинах Вот у нас тоже знают, что у нас растут такие прекрасные цветы Поэтому к нам приходят и мы не отказываем Срезаем цветы для подарков Это многолетние, срок жизни у них большой Можно посадить маленькую луковицу И потом, пересаживая ее все в большую емкость Можно получить огромную луковицу Вот поэтому срок жизни, можем сказать, и 10, и 15, и 20 лет Гипиаструм – это не обычный цветок Это экзотический цветок, можно сказать Вот поэтому Многие, наверное, еще не знают Что они очень хороши в срезке и долго стоят в воде Сегодня эту африканскую красавицу можно купить меньше, чем за 100 рублей А в 15 веке гипиаструм ценился на вес золота Позволить его себе могли лишь королевские особы Кстати, этот цветок насчитывает сотни видов Вот этот необычный сорт, махровый Называется афродита Два года назад он у нас был один цветок в диаметре 30 сантиметров Такие огромные, да, чаши А почему афродита? Афродита, наверное, это нежность Нежность, какая-то ажурность Маргаритки, китайская роза, лимон В двух оранжереях экологического центра На 160 квадратных метрах разрослись настоящие ароматные джунгли Так что, мужчины, запомните Тюльпаны – не единственные цветы весны Всех любителей альтернативной красоты ждут в городской оранжереи Валентина Аскерова, Николай Шилко День с толком А на этом у меня все Через несколько секунд узнаете о погоде Спонсор прогноза – компания «Эволар» До встречи!